Следующий доклад читает Анна Аблицкая, его вместе, что ли? Вместе. Добрый вечер, хотя здесь написано «Литература формальных проигонений в Испании», мы имеем наоборот на более скромные. На самом деле, мы делаем презентацию двух испанских писателей, о которых мало сказали про Россию, даже не были приведены. Их портится связано с так называемыми формальными ограничениями. Ну, во-первых, я хотел говорить о писателем Кулиан Риос. Кулиан Риос родился в 1948 году в городе Риос, в Галиции, в Испании. Сам Кулиан Риос рассказывает о себе, поэтому есть единственные типы малоизвестных. В нашем интервью он увлекается делать анаграммы и потом сказать последнее. Ну, уважаемые журналисты, если вы известите первые буквы, каждый ответ, который я дам на ваших вопросах, вы можете создать анаграммы. Так увлекается он. Первые книги, написанные в частности, с мексиканским поэтом «Ктавр и Пастор», и Риос сейчас свидетельствует о культуру писателей. Он более известен во Франции, чем в Испании. Самый известный его роман «Лапа», опубликованный в 1983 году. Хотя в большом циклопритическом словаре название переводится с испанского как «Дух предков» или «Праздностная субботовка и патрую ночь». Погналы «Дух предков» представляются неправильно, не точным порядком. Ведь на русском существует первый «Лярва», «Правильезный сфер», проявляющий как «Животная душа». А также существует вариант «Лярва», то есть «Литинка». Таким образом название «Лярва» задает на испанском либо ответным значением, либо духовным. Мне весь интересно подтянуть, что этот роман до сих пор вызывает полемикой, и кто не относится к нему роднодушно. Даже в интервью «Темаре» 2001 года Артурра Пересаревенко, по-моему, известный здесь, сказала, что «Дитат Ларву», и потом «Ненавидец» в стене «Само по себе навсегда» — это испытание. Хотя, наверное, надо обратить внимание, что у Артурра нет никакого авторитета, как у «Критика», и, кстати говоря, у «Писателей». И этот случай только подчеркивает по-другому, если состоит из павской литературы. С другой стороны, так и влиятельные современные писатели, как «Карлос», «Бойнтес» и «Польбойт» и «Солов» положительно оценили «Ларву». Много сказано надо об этом романе. Хотя, на самом деле, такой открытый роман, что очень трудно, потому что нам было очень трудно решить, какие абсценты из критиков выбрать, чтобы разнить «Ларву». Ну, по-моему, лучше, что вы сами посмотрели, мы сейчас вам показываем, да, «Дитат» — да, «Дитат»? И перевод, сделанный «Анна Юльевна». Ну, короче, «Ларва» — это исследование языка через миф Данжуани. И читатели заметят, что он на большой ветеринке в лондонском дворце, где такой персонаж «Дон Жуан» или образ «Дон Жуана» ищет «Давен» или «Спящую красавицу». Но там тоже слова «носят маски» и удивительным образом не сменяется. Так как «Карнивал». Поэтому «Тонский миф» похоже на «Равеле», похоже на «Дон Цаперекон», тоже похоже на «Филийный», то есть очень-очень сумасшедшим. Вот ароматная структура. Почему? Потому что при каждой странице есть примечания, которые надо читать почти одновременно с основным текстом. Также в конце книги есть заметки подушки, так называются, которые являются отдельным рождением. И превращение происходит либо через язык, либо через слова. Надо заботиться, что иногда в книгу входит «Раскладная карта Лондона». Поэтому это почти как тридименциональная книга, то есть с чего начать на самом деле. То, что мы имеем на двойной странице, это как словесный поток, который составляет историю и в то же время прорыватель. Чёртовая сюжета в правительственном понимании этого слова нет. Поэтому нередко именно языковая форма с новостными переходами диктует переходы сюжетные. Здравствуйте. Теперь небольшой комментарий как переводчика, экспериментатора. Потому что мы решили с Карлосом для этого доклада перевести вот одну такую парную страницу, чтобы лучше разобраться с тем, что это за произведение. Значит, во-первых, основной язык текста испанский, но при этом, как уже в рассматриванной нами фрагменте, использованы слова и выражения на десяти языках. Это испанский, итальянский, французский, английский, немецкий, русский, галисийский, гельский, шотландский, румынский, латын. То есть автор пишет свой текст на испанский, но при этом наполняет и переполняет его аллюзиями, отсылками, альтерациями с другими языками. То есть, в принципе, даже сложно сказать, на каком языке этот текст написан иногда. Слова цепляются друг с другом по принципу фонетического сходства и также смыслового. То есть, насколько я поняла, каждый разворот этой книги, каждой страницы, страница завязана на некую словесную игру с определенными звуковыми комбинациями. Вот рассматриваемая нами страница, она с одной стороны завязана на слове «кошка» и его разных код «кошка» и на разных языках. То есть, здесь есть и код русский даже есть, здесь есть германский код, который «кэт», из испанского, из испанского, итальянского. И второй фрагмент, который начинается с фу-фу, абзац, на 263-й странице, соответственно, на слоге «фу» завязано. Слова из армии звук с этим словом. Как ни странно, этот роман был переведен на английский язык, его перевела Сьюзан Джилл Девайн. Есть перевод на английский, но, естественно, при переводе неизбежной потери, при переводе сложно организованного и завязанного текста, неизбежной потери. Но, к сожалению, кажется, иногда переводчица слишком сильно шла за смыслом и потеряла некоторые литерации и отсылки именно фонетические. Мне кажется, что этот роман нужно переводить, идя за приемом самого автора Кулиана Риоса. То есть, приводчик должен включиться в эту игру, задействовать те же приемы и, возможно, компенсировать те приемы, то, что им удается перевести, компенсировать какими-то другими средствами. То есть, это, мне кажется, тот случай, когда не нужно цепляться за дослованность перевода, а именно следить за тем, чтобы сохранить как можно больше гонетических отсылок. В целом, какие возникли у нас идеи при переводе этого текста на русский? Замена приемов, о чем я уже говорила. Приходилось нередко заменять какие-то словесные фонетические переходы. Например, вот абзац, который начинается со слов фун-фу и дальше. Здесь очень много слов, которые начинаются на фу. К сожалению, в русском языке их не так много, как в испанском. Пришлось в некоторых местах заменять на другие приемы. Вот, например, у меня там есть, можно, наверное, открыть русский перевод. В общем, ну или у кого есть хенд-ауты, там, где бессмысленное безумство и безрассудство. Вот пришлось заменить на без. Это фу, потому что не нашлось столько слов на фу в русском языке. Потом, что еще? При переводе на английский язык, естественно, никакого... Все осталось, как и на испанском языке, то есть только латиница. У нас появляется кириллица, естественно. То есть здесь еще вопрос о том, что переводить, что записывать кириллица, а что оставлять в латинской транскрипте. Например, мы решили оставить в записанной латинице слова «русские». Например, слово «кот» там есть. Вот «кот», «матка» там еще, «пятые сноски». Чтобы не получилось, что эти слова смешались с основным текстом, как бы исчез русский язык. Потому что получается, что если на испанском языке текст написан, там есть десять языков, если мы его переводим на русский, то, соответственно, у нас русский с испанским смешиваются, и языков уже становится девять. Хотелось этого избежать. Что еще делалось для того, чтобы избежать, как-то комбинсировать эти потери? Мы решили ввести испанский язык в некоторых местах, потому что в оригинале он есть, в оригинале это основной язык. И тут мы ввели его как один из языков тростемерных языков для текста. Вот есть «гат» и «гата». «Гата» – это по-испанским. И это по-идальянски «гат» и «ся», потому что в итальянском «гат» слово пишется с двумя «т», а вот испанском – с одной «фугатость». Это отсылка к испанскому тоже. В общем, в целом, такие мысли по поводу этого романа. Теперь мы, наверное, представим какие-то, мы прочитаем какие-то прометы, чтобы было понятно, как это на звук. Так, я читаю здесь. Я читаю здесь. Два, а… Что там, ага? Два, ага. Ага. «Курмауна!» «К staffе так. «Кто» «Мы мамон». «Мой он тремя, чётче монстр. Он сочетал милой. Их даст». «Кто там, даст». Я –хвыбе гатку, сайт. Татья онлазировал меня. Он ри, кто там, в коеме-кар. Горик. «Гат-》 Думал упыкнуть у меня сапоги, сумасброд. Пробор Бенукова, выцарапываясь киска блондинка в высоких белых сапогах, крепко обтягивающих ее ляжки, и белых шелковых штанах с нагрудником и скрещенными на спине подтяжками. И у меня не лукнуло рыжеволосое в лакированных сапожках, рыжеселенной шотландской юбки и черном безгалтере, который не мог держать ее болтающийся дружб. Шахматы или шестой? Шестой. Время идти. Я бы сделала... Ну, не хочу это, что это все. Давай седьмой. Ну что, разрешайте уже. Давай седьмой. Да, да. Номер седьмой. Седьмой. Попытка изобретить то, что у авторов гораздо больше катарабулей и ночнот. Вот мы как смогли так и сделать. Хорошо. Буквально два слова. Буквально два слова. Да. Два слова о втором авторе, который на самом деле более интересен как автор визуальных текстов. Это Хосе Нигель Бульян. Он родился в 1944 году и умер в 2009. Он учился в Мадриде, увлекался в эпоху франкистской диктатуры, увлекался марксизмом, в связи с чем был вынужден ввелить во Францию. Он долгое время жил во Франции. Вот. Его творчество очень необычное. Оно не вписывается ни в какие тенденции испанской литературы, ни в одной из основных тенденций. Он стоит в сорняковном, возможно, именно поэтому после его смерти его творчество практически вышло из фокуса внимания читателей. Вот. Его первая книга под названием «Вымыслы», также как сборник рассказов Борфисов, хотя никакой отсылки к Борфисов у него нет, содержит просто стихи, короткие стихотворения, которые сообщаются о смерти неких персонажей. То есть это не социальная поэзия, характерная для того периода испанской литературы, не авангард, просто такие тексты. Значит, и в целом, этот актор, Хосель Ерульян, он занимался активно комбинированием каких-то визуальных текстов с текстовыми. То есть его книги, в основном, это нехицелостные поэтические такие визуально-текстовые книги, которые представляют у него их единство текста и визуального изображения, не текста. И как он сам признавался в некоторых своих интервью, вот эти вот «аграфизмы» так называют, в своей работе он называет «аграфизмы». Он говорит, что это моральные бумаги в ожидании прихода слов. То есть это, так он выражает свой поиск, поиск вербального, поиск слова. Вот, для него характерно использование чинового текста, то есть каких-то случайных текстов газетных на разных языках. Он выделяет некие фразы найденные, то есть пришедшие фразы. Фразы, книгу фразы. Вот, и сейчас мы, да, вот это тоже, вот, например, газетные тексты. Вот, это книга фразы называется, вот она начинается таким текстом, а дальше следует в порядке. Стихотворение, некий текст, вот такие фразы в рамочках, для него это очень характерные слова в рамочках, то есть как бы ценность найденного слова. Сотема некие фотографии и текст на китайском, следующую страницу. И так вся книга. Фразы в рамочках, китайские фотографии. Фразы в рамочках, китайские фотографии. Вот целая книга у него, вот такая. И мне кажется, что самое интересное, что характерные два автора, это как уравнение в правах вербальновой и вербальновой. Вербальновый визуально, то есть у него есть книги, некоторые тексты. Книга, например, идет стихотворение, стихотворение, стихотворение. Сейчас «Алмарио». Так, кстати, там халамурное название книги «Алмарио» от слова «Армарио шкаф» и «Ардена душа». Вот там до и после этого идут стихотворения вот номерами, полезные, нормальные стихотворения. Вдруг возникает два визуального текста, которые на равных правах с Золиным. Вот, ну и, в общем, естественно, в этом контексте то, что у него много совместных работ с представителями других искусств. У него он сотрудничал с художниками, с Жоанной Роу, Антонио Сауров и другими. Занимался поэтическим акционизмом, перформансы, проводил, выступал вместе с композиторами. Вот. Понятно, понятно. Давай вопросы тогда. Давай вопросы. Пожалуйста, вопросы. Я просто лет 30-35 назад, когда я был студентом, у нас тоже хотела такая вот, хотя мы никто не знали об этой болезни, вырезали какие-то фразы и обычно какие-то речетки из газеты, и все это склеивалось, получалась целая такая вот, да, история. Ну, так как везде это все срывалось тут же, все это вешалось в туалете, и в каждой кабинке был свой текст. Вот. Чрезвычайный текст, каждый раз приходишь, и перед того, что кровать. Я думаю, это та же самая, в принципе, традиция одна из вот, то, что на туалете называется. Ну, наверное, да, и я думаю, например, только Тожелевого, наверное. Ну, да, да. Спасибо. А что-нибудь, какой-нибудь пример из сотрудничества с Хоан Миро, какой-нибудь просто? К сожалению, нет, потому что книга, в которой, ну, я так понимаю, что это книги, в которой были иллюстрации, да. Просто которую иллюстрировал Миро, да? Понятно. Да, потому что в той книге, в которой у меня есть, там только его тексты, это полное собрание сочинений, такое его тексты. Я так понимаю, что просто иллюстрации. Ну, понятно, да, спасибо. А вот это полиэнер, это тоже, да? Пожалуйста, Игорь Катерина. Простой вопрос, как, здравствуйте, по-испански. Здравствуйте или привет? Ну, здравствуйте, здравия желаю. Как вы? Бой на стартует. Бой на стартует. Да, еще вопросы? Как бы были еще вопросы? Я видите, вот кто-то принимал руку. Валерий, нет? Нет. Хорошо. Поблагодарим докладчиков. Спасибо большое. Спасибо.